В кушении данного снегопада все наши службы и спецавто, трамострой, зеленый строй, жилищник, были приведены в боевое состояние. Все силы и средства были мобилизованы. Несмотря на то, что город в пробках у нас не стал, транспорт двигался. Но, тем не менее, вполне обоснованная претензия населения и автолюбителей на любопытворительную расчистку и магистральных дорог, и второстепенных дорог, особенно это дорогие территории. Объективно оценивать данную работу я также ставлю неруд на работе всех служб. Предлагаю данным службам и спецавто, и трамострой, и зеленый строй, больше, конечно, первому, до конца недели принять исчерпывающие меры по очистке. Это долг, Василий Иванович. Сократите срок, Иван Иванович, мы вам срок сократим. Спасибо, что всегда встаете, когда я беру слово. До конца недели это очень много. Тем более, что по моим прогнозам, ну не по прогнозам моим, а там опять снегопад будет, кроме вероятности, к концу недели. Поэтому день-два марта, Иван Иванович, хорошо? Спасибо, Василий Иванович, извиняюсь, перебил вас. Значит, вчера по просьбе Ивановича было выделено также дополнительно 7 единиц самосвободов. Сегодня данная работа будет продолжена. Вот, я попрошу в рамках того, что дворовая территория у нас фактически не убирает в управляющих компаниями. Дмитрий Владимирович Великанов, примите меры в отношении частных управляющих компаний, заставьте их работать. Потому что так, как на сегодняшний день обстоятельства, так больше нельзя. И с целью своевременной расчистки тротуаров, Дмитрий Геннадьевич, проработайте вопрос по специализированной технике. Если надо, необходимость приобретения с металливующим этот вопрос мы проработаем именно для расчистки тротуаров. И Дмитрий Владимирович Великанов, также прошу вас проработать вопрос по привлечению к ответственности наших предпринимателей, которые свою зону ответственности не убирают. Владимир Сынович, у меня все. Владимир Сынович, у меня все.